Добрый день! Перед нами сегодня лаконичная коробочка от компании GAN. Мы его смотрим, крутим и здесь не видим никаких опознавательных знаков. Что же это за кубик такой? Ну а если посмотреть снизу, здесь мелко-мелко-мелко-мелко написано, что это все-таки GAN 356M. Вот на этом штрих-коде, видимо на другой версии GAN написано light. Наверное так. Да, компания GAN выпустила очередную трешку размера 56 миллиметров и название очень оригинальное, просто 356M. Открываем, достаем. Здесь вот такой вот бокс, его нужно открыть, не помню как, чуть нажать. Достаем кубик, убираем бокс. Кубик пока постоит на фоне и посмотрим, что у нас с комплектацией. Как я уже обмолвился, есть две версии этого кубика. Это полная комплектация и облегченная. Чем они отличаются? Давайте посмотрим, что у нас в полной. А в полной у нас мешочек, гаечки и инструкции. Мешочек стандартный, GAN-овский, синий. Как-то у меня был черный где-то, не помню в каком кубике, но здесь синий. Гаечки, как видите, уже слегка перетасованные, потому что я ими пользовался. Коробочка белая, без всего и стандартная GAN-овская портянка, очень большая. Здесь понятно опять же Фридрих изображен, но более здесь интересный момент, это вот этот маленький-маленький квадратик, где указана жесткость гаек. Но к этому мы еще вернемся. Здесь гаечки зеленые, фиолетовые, желтые и соответственно в самом кубике установлены синие. Соответственно в комплектации light этих гаек нет. Мешочек думаю есть, не проверял, но это я думаю не так важно. Чем примечательно этот кубик и зачем я его купил, когда у меня есть топовая версия GAN XS, который всем хорош и является моим основным кубом уже достаточно долгое время. Я не часто кручу трешку, но на XS открутил более 3000 сборок, поэтому логотип вот такой стертый, хотя он такой был уже где-то после 1000. На 356M откручено больше 1000, и логотип конечно стерся, но не так сильно. По идее, если мы возьмем кубик 2х2, 251, то логотип должен быть вот такой более яркий. Либо я 2х2 крутил так мало, либо он здесь крепче напечатан, не знаю, но здесь логотип стирается, и это не очень хорошо. Причем ладно бы он стерся совсем, как у MGC E-Lite. Он стирается медленно, постепенно и остается вот такой блеклый-блеклый. Но зато по этому параметру можно смотреть, как долго человек пользуется кубиком. Зачем же я его купил? Затем, что здесь нумерикл крестовина, система замены гаек, такая же, как в GAN-X. А GAN-X я не покупал. Когда вышел GAN-X, я ему предпочел TATMINX скоростной и не очень об этом жалею. Вышел XS, я его взял и им доволен. Но мне было интересно, что же это за такая крестовина, поэтому взял дешевленную версию XA и давайте его посмотрим и разберем. В чем разберем, наверное, давайте его сразу. Для этого мы снимаем крышечку, достаем гаечку. У гаечки здесь есть три положения. Если на камеру это будет видно, то 0.6, 0.8 и как бы значок диаметра, то есть никакой. Позиция для того, чтобы гаечку снять. В эту позицию мы устанавливаем гаечку и легким движением руки приподнимаем, и она отскакивает. Соответственно, мы можем снять весь верхний слой, посмотреть на гаечку поближе. Давайте сделаем на кубике, чтобы было лучше видно, не фокусировалось. Вот если вы различаете циферки 0.6, 0.8 и кружок. Сразу скажу, что еще не одна компания, которая делала регулировки вот этих вот натяжения гаек, посредством вот этих цифрок, пазов, это MGC Lite, тот же GAN, тот же GAN XS, ни одна еще не сделала нормальную маркировку вот этих вот позиций. И причем самое неудачное, что здесь есть, скорее всего также было и на GAN X, это то, что это 0.6, 0.8 и кружок. И человек, который обладает не самым острым зрением, он должен сильно напрягаться, чтобы различить 0.6 и 0.8. И это не хорошо. Ну это можно пережить, но это вот меня раздражало. Посмотрим сами элементы. Видим здесь всякие соты, все блестит, все красиво. Ножка из неокрашенного пластика, ну а сам уголок из черного. Какое-то тут новое поколение техсот. Ну у GAN с этим все хорошо, интересно. Да, магнитики. Магнитики здесь в ребрах капсулы желтого цвета, в углах бесцветные. И магниты, естественно, здесь не меняются, поскольку версия удешевленная. Ну и сама прозрачная крестовинка. Вот крестовинка, да, хорошая. Я поигрался вдоволь с этим кубиком, за это тысячу сборок. В связи с тем, что я регулярно менял гайки, испробовал абсолютно все настройки, какие только возможно, результаты у меня, конечно, не самые выдающиеся были по сборке. То есть, ну, постоянно привыкал к новому вращению. Кстати, кусочек еще есть черненький, не видно. Кусочек, который устанавливается среди элементов и уже только в него потом гаечка. Давайте соберем все это обратно. Обратно собирается все это нехитро и легко. Уголок, уголок. Да, мы видим здесь, опять же, на ребрах вот эти вот фиксаторы, которые были на Гане R, еще обычном. R-S я не покупал и никому не советую, если честно. Возвращаем ребро. Возвращаем ребро. Сначала вставляем крышечку и потом гаечку. Главное не забыть, в какой позиции она стояла. По-моему, я стояла 0.8, если не ошибаюсь. И вот опять смотрим, глаза ломаем, 0.6, 0.8. Ну, сначала нужно одеть в пустой позиции и повернуть. В принципе, можно запомнить, что после того, как вы одели, нужен один оборот вправо либо один оборот влево для той позиции, которая вам нужна. Если повернуть по часовой стрелке, то это будет позиция 0.6. Еще один оборот по часовой стрелке и должна быть уже позиция 0.8. Да, это действительно так. Поначалу крышечки снимаются туговато, потом полегче. Но хуже всего они одеваются. Одеваются достаточно плотно. Не то чтобы это приносило какой-то большой дискомфорт, но мне не очень нравилось эти крышки снимать и одевать. Вернемся к пружинкам. Если верить инструкции, то фиолетовые пружинки самые мягкие, потом идут синие пружинки, которые установлены в кубики, потом зеленые, потом желтые. Здесь я ничего не попутал. Если мы вспомним Megaminx Gun, в котором также логотип почти не виден, то в него я установил в итоге желтые гаечки, самые жесткие. Здесь же остановился на синих, те, которые были изначально. Но, по-моему, изначально была позиция 0.6, а я перешел на 0.8. По-моему, так. По крайней мере, первый сборок 300-400 я открутил на позиции из коробки, потом поменял и мне понравилось больше на тех же синих гайках. В итоге остановился на позиции 0.8. Как мы видим, здесь, опять же, классическая ошибка от Гана. Всех гаечек по 7, кроме синих. Синих гаек 6. То есть те гаек, которые установлены изначально в кубики, их всего 6 штук. Понятно, что очень разумно класть запасную гайку для вот этих, но запасную гайку для синего цвета забыли. Хотя здесь место для них есть. Уж засунуть-то была бы не проблема. Кубик легко механически разбирается, собирается. Достаточно удобно и легко меняются гайки, и это все хорошо. Я, когда заказывал, переживал, что регулировки магнитов нет и магниты мне не понравятся. Но магниты здесь хорошие, причем достаточно сильные. В моей настройке они ощущаются примерно такими же, как самые сильные на Гане XS. Как мы помним, на XS есть регулировка магнитов, вот в самом сильном положении, они примерно такие же, как на 356M. Давайте сделаем пару сборчик и послушаем, как он вообще вращается, как он себя ведет и выглядит. Вращается хорошо, приятно и причем не похоже на 356XS. Сравнивать я буду, естественно, с ним, XS у меня нет. Он ощущается более тяжелым, причем более тяжелым по вращению. Возможно, масса у него примерно такая же, как у XS, но грани вращаются тяжелее. Когда я менял гаечки, я попробовал фиолетовый, на них он расхлябанный, он для меня попробовал зеленый, желтый и там с каждым разом все хуже, хуже и хуже. Для меня оно слишком жестко. Причем на позиции 0.6, по-моему, совсем жестко, на позиции 0.8 на любых гаечках помягче. Причем так колоссально. У кубика М6С 3 и тоже была регулировка и магнитов, и затяжение кубика, но там все так незначительно в слабых диапазонах. Здесь же смена одной позиции на одной гайке очень сильно меняет кубиков. Звук приятный. Да, изначально из коробки пластик матовый, прям мне совсем не нравится такой, но спустя тысячу сборок он уже более-менее глянцевый. Почти такой же, как на XS. Так что это пережить и будет хорошо. В итоге, что можно сказать? Кубик хороший. Кубик хороший, я на нем покрутил, покручу, но менять XS на него я не буду. Да, это было больше баловство с моей стороны. Купить трешку от Гана, которая мало чем отличается и вряд ли будет лучше, чем мой топовый экземпляр XS. Но мне захотелось. Захотелось и я попробовал. Сейчас уже в России, в принципе, продается эта модель. И версия полная стоит примерно 2700, а без гаек 2200. То, что я видел. То есть разница в 500 рублей за комплект вот этих гаек, которые в итоге мне, которому переплатила за полную версию, не потребовались. Моя цель в этой головоломке была поэкспериментировать с системой вот этой Numerical. Мне понравилось, я поэкспериментировал. Было бы не так весело поменять одно положение на другое и все. Да, было бы интереснее с гаечками. Поэтому, если вы никогда не использовали кубики GAN топового сегмента, и вам их очень уж хочется GAN, как многим юным спидкуберам, то этот вариант, наверное, для вас. Причем, можно даже брать Lite версию. Она всем будет хороша. Это точно такой же кубик, но без лишних гаек, которые вам, скорее всего, не потребуются. Ну, если у вас примерно такие же вкусы, как у меня. Кубик достаточно контролируемый, достаточно жесткий. Ну, крутить им вполне комфортно. Опять же, никаких рекордов я не поставил им. Но, мои результаты, конечно, были чуть лучше, чем на бюджетке, про который был прошлый выпуск отрешки Chimeng. Но, меньше 16 секунд, это, конечно, не тот результат, который может продемонстрировать профессионал на этом кубике. То есть, здесь можно спокойно собирать на мировом уровне, если вы это умеете. Из недостатков здесь можно отметить то, что флип угла здесь вполне возможен. И у меня за 1000 сборок раза 4-5 случался. Если мы попробуем просто вот так вот взять уголок и повернуть, то это проблематично. Ну, если приложить грубую силу, это, конечно, возможно. Но вот в таком вот положении, что удивительно, я раньше это на кубиках не встречал, уголок флипается прямо чрезвычайно легко. У меня почему-то в сборках это встречалось. Я вот обратил внимание. Легчайшим образом флипается. Если мы возьмем XS, то здесь также невозможно. А здесь с гораздо большим усилием поворачивает вот этот уголок. Повернуть можно, но усилий здесь приложить намного больше нужно. на 356M это прямо легко. То есть я выполняю какие-то алгоритмы, случайно вот так вот задеваю. Каким-то образом, я не обратил, каким именно. Но у меня это случалось несколько раз. Уголок флипается. Не знаю, ган, посмотрите, разберитесь, что здесь не так. Понятно, что все это от криворукости. Я обычно собираю трешку, постоянно на что-то отвлекаюсь. И вполне возможно, что у тех, у кого руки попрямее, такой проблем не будет. Подытожим. Этот кубик для тех, кто хочет кубик от GAN, если у него этого кубика не было, то есть нет XA, нет XS, 354M, если не было, то вполне можно вот этот кубик взять и успокоиться. То есть за 2200, в Китае можно найти дешевле. Можно взять и визуально он от XA ничем не отличается, по всей видимости. Опять же, XS, разница только ни в чем, просто ни в чем. Размер такой же, все такой же, все так же стирается, разницы нет. Если вы хотите хвалиться перед своими друзьями GAN, то вот он. Пока вы его так вот не сдвинете, здесь непонятно, что у вас не XS. На X я не помню, такого ли размера были капсулы. Но в принципе, кубик презентабельный и вполне приятный. Если у вас есть X, XS, то кубик этот вам, естественно, не нужен. Он не лучше, он немного отличается, по крайней мере, от XS. Но какого-то особого смысла его брать нет. В любом случае, компания GAN поступила совершенно верно, что сделала доступную версию топовой головоломки. И если они сделают что-то получше со своим 4х4, возможно, я даже и куплю. Но пока четверки от GAN у меня нет. То, что я крутил, мне не понравилось. И спешить я с этим не буду. Полно отличных четверок сейчас. Нет смысла за GAN переплачивать. Ну, а за это можно, если у вас GAN нет. Да, и полная комплектация, как я уже сказал, здесь совершенно ни к чему. Но опять же, если вам не нужен очень жесткий и очень контролируемый куб. Если кто-то любит прям очень-очень жесткие кубы и ему не хватает стандартной настройки XA или XS, этот куб можно затянуть гораздо сильнее. Наверняка кому-то понравится. Но у меня другие предпочтения. Вот такой вот кубик. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok